Здарова, с вами Настольный Сюр, уберите всех голодных от экрана, мы начинаем драку едой в настольной игре Битва Ресторанов. Битва Ресторанов это конфликтная игра-гонка с переговорами и таймером. Внутри этой веселой коробки вы найдете Игровое поле Это не монополия, если что Игронайзер для сброса карт и клипс Планшеты Ресторанов Карточки и стенди вашего поварского альтер-эго Карточки действий Карточки рецептов двух видов Обычные коричневые и фиолетовые для гурманов Маленькие карточки ингредиентов различных видов Песочные часы и диски движения Деньги и различные клипсы А также мусорка полная мусора Повторюсь, Битва Ресторанов это игра-гонка И фиксированного числа раундов здесь нет А игра заканчивается тогда, когда кто-то прокачает Престиж своего заведения до 20 В начале игры мы получаем себе свой ресторан Своего шефа Два рецепта Обычные и для гурманов Одну карту действия Блин, кажется все-таки монополия Диск движения И горстку случайных ингредиентов В центре игрового поля мы ставим сброс для ингредиентов Рядом мусорку И по периметру формируются рынки Молочка и яйца Всевозможные овощи и зелень Фрукты и ягоды И бобовые помидоры Всевозможное мясо, включая рыбу и птицу Углеводный рай И мистический магазин Там из мистического только инопланетная жижа Что является Джокером Хотя у меня около дома Всевозможные мистические личности Регулярно покупают шоколадку в магазине И шоколадка тут, кстати, тоже продается А дальше идет какое-то количество раундов До тех пор, пока кто-то не победит А раунд состоит из трех фаз В первую мы получаем доход На старте это 300 денег Далее в закрытую мы выбираем, куда направимся Затем все одновременно вскрывают свои диски И отправляют своего повара За конкретным ингредиентом в конкретный магазин Если что, можно встать на одну карту Разными поварами Вторая фаза основная Мы переворачиваем таймер на минуту И погнали договариваться Можно предлагать и обмениваться Деньгами, рецептами, своими способностями Возможностью купить какой-то необходимый товар В вашем магазине Выброс мусора Короче, все, что угодно есть в игре Может быть представлено на обмен Да, вы должны купить то, на что встали А потом можете покупать или открытые ингредиенты Или случайные сверху колоды А вот если вы встали одновременно Начинается аукцион Кто заплатит больше, тот и приобретет нужную помидорку Да, аукцион идет во время таймера Все мы это делаем, чтобы собрать ингредиенты для создания блюда Справа у нашего блюда перечень необходимых продуктов Сверху справа количество лайков Победных очков, что они принесут Внизу справа количество мусора, что вы произведете А левее приверженность той или иной кухни Если вы приготовили блюдо своей кухни То это плюс одно победное очко Потому вы заинтересованы в том, чтобы наменять себе нужный рецепт Ну и собственно третья фаза Готовка Если вы набрали все нужные ингредиенты Вы сбрасываете эти ингредиенты Это блюдо После берете себе случайное соответствующего типа Начисляете себе победные очки И получаете мусор Мусор штрафанет вас при последующей готовке На соответствующее его количеству победных очков Потому его необходимо выбрасывать Собственно базово это все Но остался ряд моментов, про которые я вам не рассказал Для начала, получая победные очки Вы прокачиваете свой ресторан Вы будете открывать себе активные или пассивные способности Получать больше денег Возьмете карту действия Или выбьете себе скидку в определенном магазине Карты действия это различные способы Сделать вашу жизнь легче А ваших оппонентов сложнее Воруйте их продукты Деньги Или подбрасывайте крыс в магазин Чтобы закупаться там единолично Также не забывайте про способность вашего героя Например, советский повар любит равноправие И насильно выкупит у вас ненужный товар За 100 советских рублей А вот француз заставляет вас платить в магазине за продукты в 3 дорого А точнее в 2 дорого На 100 дорого И самое важное Поход на остров Придя сюда, вы можете выкинуть мусорные пакеты Заплатив за это по соточке Или вы можете попросить другого игрока Выкинуть за вас ваш мусор Пока он находится на острове А вы за это ему сверху докинете еще пачку молока Также на острове вы можете купить себе улучшения Ценник вот указан Тут и больше заработок И возможность готовить дважды Выбрасывая мусор единожды И возможность выбирать себе рецепты А еще здесь можно купить карты действия Короче, много всего полезного, крутого и дорогого, к сожалению Но вы можете продать дорого шоколадку Кому вы ее продаете Я, пожалуй, не буду разгонять эту шутку дальше И это все Вы получаете деньги Вы отправляетесь в какой-то магазин Что-то закупаете, чем-то обмениваетесь Как-то взаимодействуете с другими игроками Посредством карт действия, своих способностей и так далее А после готовить какие-то блюда Прокачивая свой ресторан И открывая себе новые способности И так до тех пор, пока вы не приготовите Самые вкусные и великолепные блюда А я расскажу вам про самые вкусные и великолепные плюсы и минусы Минусы Думаю, понятно из объяснения, что на двоих игра играется ну так себе Там пристраивается определенный костыль И даже скажу больше На троих она играется уже чуть-чуть лучше Но все равно не так эффектно и не так бодро, как на большой состав игроков Лучше на четверых, пятерых или вообще на полный состав из шестерых На меньший состав играется слабоватенько Второй, ну не минус, а особенность жанра Если вы играете в игры на переговоры Вы должны уметь и хотеть переговариваться Если ваша компания такая немного сдержанная Не особо общительная То вам будет не по кайфу играть в эту игру Она просто не будет функционировать Это вот, повторюсь, касается всех игр на переговоры Вы должны хотеть этим заниматься Ну и третий минус, ни в коем разе не играйте в эту игру на голодный желудок Я вот снимал под съем поздно ночью И мой животик был недоволен этим Очень хотелось есть Плюсы-минусы Здесь один и это карты действий Они довольно разнообразные, хоть и повторяются Они прикольно отрисованы, с отсылочками, с шуточками Они мощные, они прикольно работают Но при этом они довольно дорогие И не так часто, к сожалению, вы их приобретаете по игре А хотелось бы иметь их побольше Плюсы Первый плюс это клевый продакшн Плотный картончик, клевые пластиковые компоненты Клевый органайзер наш игранайзер А еще, конечно же, карточки под лен Короче, с продакшном здесь все хорошо Второй плюс это отличный юмор В лучших традициях Анфейра Здесь и в правилах много шуточек И на изображениях И в способностях Да, посмотрите просто на способности наших поваров У нас есть американец, который любит мяско И он мясом может заменять какой-то другой ингредиент Есть уже вышеупомянутый советский строганов Есть мафиози, которому легко достаются карты действия А также в противовес американцу есть веган Что делает примерно то же самое, но с овощами Третий плюс, что это легкая доступная игра на большой состав игроков Которые при этом не пати Да, как бы странно это не звучало, но по факту это не пати-гейм Это, да, игра на переговоры с таймером и... Игрогонка Также у игры есть дополнение Оно добавляет и кучу новых ресторанов И, соответственно, блюд для них Также появляются новые шеф-повара И кучка новых веселых карт действий Плюс появляется новый вид карт событий Что приятно разнообразит партию Ибо могут дать вам дополнительные победные очки Или, скажем, отнять у тех, кто не купил винишко Там много всего веселого Ну и последний плюс Вы прекрасно знаете какой Битва ресторанов будет на русском языке За что огромное спасибо, Чучу Геймс По итогу битва ресторанов Это игра для больших компаний Если у вас есть такая Где вы любите общаться Любите обсуждать Любите втюхивать друг другу всякую фигню Все, чтобы прийти к победе Вот для вас эта игра 100% Если у вас есть такая компания Решать уже вам А вам также решать Поставить ли лайк этому ролику Подписаться на настольный сюр На ютубе, во вконтакте В телеграме Везде, где только можно И везде, где только можно Пишите комментарии Лайкайте Заходите на мой прекрасный Кухонный островок Настольного сюра На бусте Как сделали вот эти мои прекрасные И любимые повара Шеф-повара И су-шефы И мы там готовим Изысканное блюдо Веселого Время-препровождения Присоединяйтесь И да Не скучайте Не болейте Играйте сами Играйте с нами Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok